Друзья, доброе утро! Сегодня хочу пригласить вас погулять со мной в один из московских двориков. Это Войковский район. Район немой, но он рядом. Рядом с метро Войковская. Я давно знала этот дворик, но думала, что... Но давно там не была. Я думала, мало ли, может, он уже поменялся и стал как бы некрасивым. Нет, я ошиблась. Я там уже была, посмотрела. Но ничего не снимала, потому что была плохая погода. А сегодня погода солнечная, не теплая, но комфортная. Гулять хорошо как раз погода для таких прогулок. Чем отличается этот дворик? Что в нем такого интересного? Там очень много растений, туи там разнообразные. Все это посажено, высажено красиво. И я, честно говоря, не знаю. Или люди сами за этим... Ну, ухаживают, скорее всего, конечно же, сами. Но я не знаю, где они взяли на это средство. Потому что эти растения достаточно дорогие. Если покупать их в магазинах, ну, я знаю, что туи, у них цена высокая. А там их много, разнообразные. Поэтому или это местное управо как-то помогло. Или же это просто складчину. Жильцы сложились деньгами и все это закупили. Но на самом деле, если это так, то, конечно же, это здорово. Потому что созерцать такую красоту перед окнами я бы, конечно же, у себя, например, хотела. Но, к сожалению, у меня нет достаточно финансов, чтобы такой дворик у себя перед окнами разбить. Можно там купить, конечно, одну-две туи. И то не сразу. Может быть, собрать деньги в подъезде. Но мало кто захочет. Как-то люди в основном сейчас тяжело живут, я так думаю. Тем более во время пандемии. Вот. Поэтому приглашаю вас со мной сегодня погулять. Друзья мои, прибежала. Ну, не прибежала, пришла я с прогулки. Пока не стемнело, решила заснять вам... Ну, как бы это будет последний кусочек ролика. Но я вставлю его вторым. Ну, почему? Чтобы вы просто потом насладились красотами нашего московского дворика без всякой там болтовни. Поставлю вам под приятную музыку посмотреть. Значит, во дворике я побывала. Все красиво. Может быть, раньше он был чуточку более ухоженным. Но сейчас осень. Возможно, это с этим связано. Дом, вокруг которого этот дворик и этот полисадник, он не очень ухоженный. То ли он вошел в программу по реновации, его будут сносить, тогда непонятно, что будет с этим садиком. Ну, конечно, понятно, он погибнет. Но, возможно, скорее всего, растения спасут, куда-нибудь пересадят. А сам дом, если бы он был не в реновации, то я думаю, что там сделали бы, а может быть, еще и сделают. По программе капитального ремонта, возможно, сделают красивые внешние вот эти панели на балконы. У нас так в Москве делают. Все балконы в доме практически одинаковы. Ну, кроме тех, которые сами там облагородили. Потом я еще забежала в наш Войковский лес, как мы его называем, с Валечкой Бежетской. Это по старинке. А так он, конечно, это Покровская из Трежнева. Посмотреть белочек, заснять. Потому что они до того красивые, такие пушистенькие, такие вот рыженькие, с темненькими хвостиками. Зимой они другие. Зимой они цвет меняют. Они такие серенькие, блекленькие, как мышки. А тут такие красоточки, что мне захотелось их тоже снять. Хотела мышку полевую тоже щелкнуть, но не успела. Она Юрка убежала, в общем, от меня. И прошла мимо детского сада. Тоже не могла не снять, там совсем чуть-чуть. Значит, взрослые ездят на работу на машинах, а детки на своих двухколесных помощниках. Это самокаты. И стоят они там так мило-мило-мило в рядок, вдоль изгородки вокруг детского сада. Это, в общем, милое такое зрелище. Знаете, в наше, конечно, время такого не было. Мы ездили общественным транспортом или ходили пешком. Но это здорово, здорово, что жизнь шагает вперед. Вот. Так что на этом, наверное, я с вами сразу же и скажу вам до свидания. Ну и прекрасного вам хорошего просто забыла. Еще я встречала в другом дворе очень интересные лавочки, но я их тоже сюда вставила, в этот ролик. Может быть, у вас тоже во дворах есть такие. Но я не поняла юмора. Они такие какие-то, то ли они перевернутые кверх ногами, то ли действительно это такая сама лавочка, архитектура лавки с очень-очень высокой спинкой. Я не знаю, удобно ли на них сидеть, не пробовала. Но просто вот ради интереса взгляните. Может быть, у вас такие есть, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok